Участок для голосования номер 24 расположен в агрогородке Жодишки. Здесь зарегистрировано 858 голосующих. Теперешний час на 9.30 проголосовало 505 человек. Это почти 60%. Голосуют активно, хорошо. Люди, которые были на больничном, они уже здоровы и они проголосовали досрочно. У нас было таких три человека. Пожилые люди, которые не могут пройти, не могут приехать, транспорта нет. К этим мы тоже людям всегда ездим. Руководство даёт транспорт, и мы, знаете, всем обеспечены, всё хорошо. На этом участке сегодня отдал свой голос и председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик. Сегодня проходит наше главное мероприятие, наверное, не только этого месяца, но в целом и года. Хотелось бы сказать, что та конституция, по которой мы ещё сегодня продолжаем жить, она и так сильная. И, конечно, она социально направлена. Но, конечно же, мы конституцию, по которой мы сегодня живём, принимали в 1994 году. Сегодня в мире происходит непонятно что. Идёт война. И вот, например, буквально два дня назад президент Зеленский обратился к российскому народу, где высказал, что его дед погиб во время Великой Отечественной войны. Вот почти 8 миллионов жителей Украины погибли во время Великой Отечественной войны. Хотелось бы спросить, почему снесли памятники защитникам или погибшим во время Великой Отечественной войны? Почему сегодня ветераны Великой Отечественной войны в Украине не могут выйти и возложить цветы? Почему не отмечается там День Победы 9 мая? Где вы были в это время? Почему на снорадах написано все лучшее детям и направляются эти снорады на Донбасс? Вот то, что мы вносим изменения на нашем референдуме. Историческая память. Вот основная цель. Второй пример, опять же, можно на примере Украины. В 2014 году прошел Майдан, избрали президента. Опять же, непонятно, какие действия он сейчас ведет. Для того, чтобы у нас не случилось и не пришел непонятно кто власти, вот для этого у нас и все белорусское народное собрание, которое мы вносим тоже на этом референдуме, как контролирующий орган, который будет смотреть, так такой шаг или не такой шаг сделал будущий лидер или будущий президент страны. Мы говорим про наши традиционные ценности, про нашу семью. Семья – это союз мужчины и женщины. Мы опять этот вопрос закрепляем в нашей новой обновленной конституции. И я уверен, что мой внук через десяток лет скажет, молодец дед, что вы приняли эту конституцию.